Сарю небесный, утешитель в душе истины, И живи с детства, и вся исполняя сокровища благих, И в жизни подателю прийти селися вны. И очистены от тяги скверны, и спаси блажен души наши. Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга Откровенной Святого Иоанна Богослова, 19 глава, 11 стих. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, Который праведного судит и воинствует. Толкование. Начинается новое видение. Так, секундочку. Продолжение следует... Толкование Начинается новое видение Этим означается, что пришествие судьи будет с небес Собо небо раскроется, чтобы дать проход на землю белому коню И сидящему на нем всаднику, имеющему завершить суд Как небо некогда скрыло от глаз апостолов, возносящегося Господа Так же оно и откроет его глазам грешного человечества в конце веков Описанную в стихе с 11 по 21 картину суда Можно рассматривать как своеобразное продолжение писания брачного пира в первой половине этой главы Как и в притчах Господних, брачный пирс, предполагая две группы лица, имея две стороны Одни входят в брачный чертог, а другие остаются вне его В ангелии от Матфея, 25 глава, 10 апреля В 7-9 стихах было сказано о блаженстве участников брачной вечери Альца А в стихе с 11 по 21 говорится о недопущенных к вечере суда Божия Итак, через отверстие небо видит Иоанн вот конь белый-елый-елый И сидящий на нем называется верный и истинный Такое имя в собственном смысле приличествует только самому Христу Как и в 13 стихе он явно будет назван Словом Божиим То есть это Сын Божий Христос В ангелии от Иоанна 1 глава 1-2 стихи Далее цитируется Псалом 115-2 стих Их всякий человек ложь И нет среди людей никого, кто по своей природе был бы С большой буквы верный и с большой буквы истинный Природа человека испорчена тем Кто, цитирую, лжец и отец лжи И когда говорит он ложь, говорит свое Евангелие от Ана 8-44 О явившемся на дне всадники сказано, что он называется верный и истинный А имя отражает существо, носящего его Не случайно поэтому и в Ветхом Завете праведникам, вступившим в новое отношение с Богом Давалось и новое имя Авраам, Авраам, Цара, Цара, Иаков, Израиль Не случайно и в Новом Завете в крещении дается человеку новое имя Как омредшему новое существо А также при уходе из мира в монашество Человек тоже получает новое имя Господь же говорит о себе Я есть истина Евангелие от Ана 14-6 Это его имя, его существо Он верный и истинный И это его особенное имя как судьи Он верный себе, своим обетованием и своему закону И будет всех судить поистине Верным и истинным он явится судить мир Конь белый означает светлость святых Восседая на которых Христос будет судить народы Белого коня с восседающим на нем садиком Видел Иоанн в начале своих апокалиптических видений Тогда он вышел как победоносный Чтобы победить, имея все, чтобы одержать победу То было начало апостольской проповеди Теперь ее венец Первый белый всадник был правозвестником второго То были вестники Христа Теперь сам Христос То было начало победоносного сражения Все это заглохло Все такое Вот заглохло и все Ну что, Никита Мир вам Сергей Попков вышел Ну все есть, наверное, проживалось Ну а я чуть перегрузку не начал делать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Игнатий Тихонович, мир вам А кому вы так махали руками? С Артисон Валентина с Катериной А, это Германия, да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Что слышно? Или вот намного громче, чем Сергей Пупкова? Хорошо слышно А намного громче, да? Так же, так же Так же, да? Да И четко, без шипения, без шумов Четко, четко, но я пишу В общем Спасибо, Христос Вот как руки греть Газетку ложить И на него Чтобы не обжечь еще Очень хорошо У меня кроста не греет Продолжение следует... 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 10 лет. Будут ли они? Согласно того, что в мировой истории было две мировые войны начались с Германией, то и третья должна была бы быть за ними. Но пока ничего нет. У них сейчас ни силы нет, ни единства, ничего нет. Ну да, мы об этом говорили с Валентиной Сартисонной. И я еще хочу сказать. Почти что всю Европу разгромили, только Германия одна осталась. Швеция там тоже уже, все Швейцарии. То есть только одна Германия еще держится. Да как она держится-то? На чем она держится-то? Не на чем, на мусульманстве тоже. Там у вас уже скоро, как во Франции, половина будет иностранцев. Сейчас уже все, Игнатий Тихонович. Если это Джилла Америка, если она не будет их все депортировать, то ее это... Ну, с поста снимут. И она уже приняла закон. Поэтому даже все, и здесь, когда даже получили документы сирийские места жительства, если они не работают полный день, и будут всех отправлять. Я уже знаю такие семьи, которые уже их отправляют. Это не только сирийцы, это и русские, и казаки, и армяны, и чеченцы. Чеченцы вообще здесь ловят их прям сразу. И албанцы всех. Мы можем сказать только одно. Были в Афрабаде в Германии несколько раз, и всегда мы были весьма рады и довольны. Игнатий Тихонович, а вы знаете, у нас плюсовая температура, сегодня вообще такое солнце, слава богу. Вот у нас как светло на улице. Видите? Да, вижу, вижу. Сейчас я вам покажу, у меня в зале большое освещение. У нас 35 градусов мороза. Сейчас. Мы вчера Василия перевезли к Сергею, а у него в комнате было, вон как, вижу я, сидят, молодцы. Дети. У Сергея было 16 градусов мороза на полу. Да. Вот у нас новостроенные дома. Сейчас строят. Вот. Видите? Все строится. Здесь. Вон у нас погода какая. Слава Христу. Солнце, рисовая. Я говорю, господи, благодарю Тебя, что вот так в году у нас вообще заморозков нету. Но кухню мы еще не оборудовали до конца. Ждем. Муж когда... Наталья, ты заняла весь эфир? Все. Я вам скажу. Привет. Ты говоришь, у вас солнце, а я тоже в Германии, но у нас очень пасмурно, мы сидим при включенной лампе. А у нас так хорошо вообще. А разные континенты получаются. Вообще, Фадорбон у нас очень хороший город. Вот во всей Германии, допустим, снег, дождь, все, а у нас нету ничего. Плюсовая всегда. У нас даже минусы. Это когда приехала первый год сюда. Это был 2012, только были минусы 15-16. И все, больше минус 10 не было никогда. Вот так. Игнатий Тихонович, а вот Василий, бедные, какие там морозы? У нас 35, 35 сегодня. Я посмотрела этот ролик с вашими котятами, как вы играетесь. У нас в детстве тоже были такие котята, только вообще вы такие маленькие, мы с ними игрались. люди просят, им интересно. Тем более, которые в гостях нынче были, котенок-то был вот такой, прям махонький, а сейчас она настоящая кошка. А у меня дети тоже все смотрят, сейчас они это сами только что пришли, потом я им покажу этот ролик, они очень любят. Сейчас я покажу. Паля, где у меня? Паля, Паля, иди сюда. Иди ко мне, иди скорее. Паля, Паля, иди сюда. Ну, мы-ка, ждем ее. Рыба, да позволите, дожди. Ну, это много. Паля, иди скорее. На. Сейчас я ее оттуда приглашу. Паля, там рыжка, брат, где она? Она боится. Из-за рыжки она не спустится. Скорее, иди сюда. Она рыжку боится. А? Рыжку боится. она может ей помочь. А, иди сюда. Паля, Паля, иди. Иди, иди. Сергей Евтушенко, это роман фроликов беспокоит вас. Вы меня слышите? Сергей, а вы вот оцифровываете видео видео для Игнатия Тихоновича, да? Паля, Паля, иди скорее. А вы с помощью какой программы оцифровываете? Игнатия Тихоновича, да, да. Игнатия Тихоновича вам в каком формате сбрасывает? Смотри! Игнатия Тихоновича, Игнатия Тихоновича, иди. Игнатия Тихоновича, иди. Игнатия Тихоновича, Игнатия Тихоновича, служит в храме святителя Филиппа в Москве. Вот. Отец Игорь. И вот он ваши проповеди послушал, вдохновился тоже, но, говорит, вот у него брат двоюродный, начал так все исполнять по канонам, все-все-все. Ну, и в итоге его чуть ли не отлучили вообще. То есть он один остался. То есть амбарный замок, как вы говорите, и все. И люди и ходить перестали, и его свои как бы извергли из среды, из этой. Он сидит сейчас один, можно сказать. Только он говорит, например, у нас тоже в храме построили купель, люди говорят, а мы не полезем в грязную воду, она тут, значит, какая-то желтая, и так далее. Говорит, если все делать действительно по канонам, то очень многих, во-первых, не покрестишь, ну и так далее. То есть строго вот это соблюдение, оно, может быть, все-таки какой-то допуск должно иметь, или вообще нельзя отходить, потому что он воодушевился очень тем, что вы говорите, но исполнять, говорит, я не могу, меня сразу выкинут. Вот такой вопрос. На вопрос о чем? Ну, вопрос все-таки как ему на велку залезть и не повредиться вообще при этом? Ну, участь боязливых в озере Огненном, повтори. Участь боязливых? Ну, 21-4, там, что, откровение считаем, когда все, зачем он взялся за это дело? Видит, говорит, волка приходящего и бежит. Это волки, которые нарушают все. Ты делай свое дело, с тобой и Господь. И тот, кто говорит, вас больше того, кто в мире. В мире дьявол, в тебе Господь, Дух Святой. Мы все с нуля начинали. Говорили, ничего не, все квакали, ничего не получится. Когда братья Черепановы, первые, паровоз запускали, сделали рубчатые колеса и рубчатые рельсы. Оно не пошло. А когда на гладкие рельсы сделали, народ повторял, у них ничего путного, из этого не получится. А сейчас ездят. Ты уповай на Бога и начинай. Мне нравится выражение Наполеона Бонапарта. Наше дело ввязаться в драку, а там видно будет. Ясно. Спасибо, Христос. Мы получаем письма от кого только нет. И архиепископы, и митрополиты. Лет 25. Я буквально их заваливал письмами о неправильном крещении. Стали строить купели. Никто больше не говорил. Один трубил, и трубил, и трубил. Почему? Господь побуждал. Моего там ничего нет. Это благодать Божия. А сегодня отовсюду идут такие радостные известия. Но это завершающий этап. Надо первое сделать. Научить. Научить. А сколько учить? Они начинают решать. 5 минут 10. У нас было 500 часов. 500 академических часов. Такой подготовки нигде нету больше. Несмотря на это, еще крещеные половина отпадут. И еще такой вопрос короткий. Вот вы тоже говорите, и много об этом говорят, тот же самый Владимир, говорим, что надо переезжать на землю. И есть тоже такое мнение, что, ну, даже вот предположим взять, что Москва – это Третья Рима, и что действительно все с Москвы начнется. Но не является ли это бегством именно уйти на землю? Вас же все равно там достанут. Ну, то есть... Ну, если заранее знаешь, что достанут, и тебе это не подходит, сиди спокойно, не разговаривая на эту тему. А если начал говорить, тебя что-то беспокоит. Поэтому перемени. Начни с нуля. Испытай, на что ты способен. А не так, что только проснулся, а я устал. Мне один, года два назад, приезжал такой был тоже. С просонок, и я устал. Ничего работать не хочет. Какая ему земля? Ему только ложку побольше. Тит, иди, говорит, работать. Пул, это... Голова болит. Тит, иди кушать. Есть. А где моя большая ложка? Игнатий Тихонович, это Валентина. Я давно хочу задать вопрос этот. Но если не успеть ответить, то потом. Была ли святая Ева, прародительница наша, прародительница? У нас тут многие дети нашли именем, и все с этими фоночками множатся. Так вот, у меня большие сомнения, есть ли она святая, являет ли она святая, и прославлено ли она, иконализировала. Это было, это слышите? Ну, никто ведь рядом-то. Вопрос в чем состоит? Еще раз скажите. Была ли святой Ева, наша прародительница? Ну, понял. Прославлено ли она? Ну, как святой? Она согрешила, в том, как он постоянно остался. Она пошла туда, где ходили все. У евреев называлось Шоу, преисподние места. А Господь ее вывел, и в этом нет никакого сомнения. Она канонизирована? Ну, во имя кого же называют-то? Евой? Ну, вот, меня это интересовало, да. У нас Ева есть, и Адамы есть. Да, да. А вообще с кого Адам назван-то? Ну, да, в честь Адама. У нас житие, вот вас спроси, Валентина, Валентина житие какое, чем она прославилась? Отвечай. Ну, Служение перед Богом. Не знаешь, ты умеешь сказать точно и четко, не знаю. А ты в футбол когда-нибудь играла? Нет. Так вот, она была хорошая футболистка, видать, у нее ноги были мощнейшие, и она жертвенник язычески как ударила, и рассыпался он. Вот это знаменательное событие за Валентиной было. Ей имя Валентина переводится Сильная. Сильная. По-немецки как будет Сильная? Крэфтики. О, вот ты такая и есть. Да, это Бог. Ну, так. Мы очень рады, что Господь нам жизнь дал. Молимся за родителей. Благодарим, что дал нам веру Христа, верить по Евангелии. Плюс ко всему веру православную. Так что тут ничего добавлять не надо. Мы должны знать истоки и на этом стоять. Каноны должны быть перед глазами. Так же, как Библия. Шестой Вселенский Собор, второе правило гласит. И сие изрекли трубы Духа Святого. Вот как. Никео, Сареградский символ. Не надо никуда. Вот рассуждают о католиках, спасутся они. Зачем тебе туда лезть? Это прерогатива Божьего суда. Его воли. Но сказать правильно, неправильно, мы должны сказать. А решать, а спасется, не спасется. Один Бог спасает, не люди. Вне церкви нет спасения. Вот это определенно, четко. Вне корабля Божия нет спасения. Океан бездна. Почему Петр в первом послании третьей главе так и сравнивает, как во время Ноева потопа было. Вне корабля нет спасения. Вне церкви нет спасения. Все динаминации, конфессии, это по словам, этим скрывается слово ересь. Прикрылись. А мы тоже верим. Теперь Иоанн Корпагенский говорит, даже мученичество, если у них будет, и тогда это перед Богом ничто. Они разодрали не хитон божий, не тело Господне рушат. Тело это его церковь. Она единая. А они сами себя провозгласили. Ну, было два человека. Согласны, что они никто? Да. Ну, а теперь два миллиона. Да грех-то только увеличился, не уменьшился. Муж незаконный. Ну, или жена там, кто там из них? Незаконный. Ну, вот первая, вторая ночь незаконна. А теперь пять ребятишек родились, они законные. И написано, дети, суть свидетеля разврата родителей. Свидетели на суде Божьем будут. Что они просто жили, а жили и блудили. И тогда стало все на место. Не надо никаких добавок к этому добавлять. Господь усыновил брак. Тебе не нравится, что одна жена, муж один? Иди к мусульманам, чтобы ты заранее знал, где ты будешь. Мусульманам, тогда христиан, как от земли до неба. Здесь, говорит, даже не смотри на чужую жену, а там четыре имей. А можешь развестись? Хоть всех выгоняй, но на следующее утро четырех приводи новых. И он там одно пишет в Йемене, двухсотая свадьба у него, но ни разу не нарушил их правила мусульманские. Ну, какая это вера-то? Во что она вера? И у них даже в раю обязательно будут гуры, гурии. Я говорю, а может быть это гура? По-немецки, знаете, что означает? А по-английски хол. И у него будет сколько их там, и они каждый раз будут обновляться, делаться девственницей. У него мечта какая. Он все время хочет быть дровоколом. Где Фрориков? То куда делся с вопросами? Давайте я с вечера посвятим вопросам и ответам. Куда он делся-то, Роман Николаевич? А, мир вам. Да уже был мир, давай дальше, а то я тебе войну объявлю. Ага, это, так я к Сергею у меня вопросы были просто. Сейчас, пока что. Ну, если его нет, не трать время, дорогой, давай. Прыгай в крещенскую воду. Нету никого. Игнатий Тихонович, а можно вопрос? Да, конечно, давай. Ну, у меня, наверное, будет такой вопрос, когда мои дети возрастут и будут спрашивать, мама, откуда вообще взялся Бог? А что мне им сказать? А скажи так, Бог вечен. Ему не надо было ниоткуда браться. Он бесконечен и безначален. Ему нет начала. Весь ответ. Так говорит там Священное Писание. Священное Писание и так и есть. А откуда Бог? Бог вечен, вопросов нет. А материалист, который отрицает Бога, у него миллиард вопросов, не миллион, а миллиард, а у нас только один вопрос. А все остальное Бог сотворил. Так мне лучше с одним вопросом жить. И человеческую маленькую объемом коробочку сюда не надо закладывать бесконечность и вечность. Эта тайна только Бог знает. И когда люди христианами ставят, то они легко допускают, что Бог всемогущ и может все. Он всемогущ. Давид его прямо называют страшный с большой буквы. Имя не глагольный существительный там страшный. Услыши нас. Перед Богом бояться это трепет. Почтите сына его со страхом и трепетом совершайте ваше спасение, Павел говорит. А то любовь. Игнатий Бричинов говорит, если ты не испытал страх, что ты в аду уже находишься, начни сначала, ничего еще не было. Об этом много говорит Пимен Великий. Страх. Как бы не ошибиться. А я уверовал. Ну и что уверовал? На корабль залез? Ну а дальше ты считай написано многие потерпели кораблекрушение в вере. Кораблекрушение. Ну возьми, посмотри картины Айвазовского, фильмы найди. Заряди буря на море и вообрази, что ты там. Это наша жизнь. Море бурное. Потерпели кораблекрушение многие. И Павел говорит, а многих, я со сезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Веруют, причащаются враги. Павел их видел. А мы как будто не видим. А если видишь, как ты молча? Его со всех сторон окружили священника и он все. А ты наоборот радуешься, что Господь говорит, гнали меня, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать вас. Обязательно будут слушатели. Благодарные. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Куда это делось? Горе, когда все о вас будут говорить хорошо. Горе вам. Горе, смеющимся ныне. Блаженны, плащущие. Блаженны, ибо они утешатся. Ты это все возьми и ты правильно учишься, то Бог не каждому дает. В вечности будет возможность страдать и радоваться, но умереть за Христа только в этой жизни, пока еще часы все мировые и не остановились. А можно еще один вопрос? Давай не трать время, задавай сходу. Игнатий Тихонович, вот вы знаете мою ситуацию. Скажите, а если я приму крещение и так я останусь со своим мужем жить и детей буду расти, то считается, он мой муж или не муж? А у него еще жена есть? Ну, есть. Ну, так вам просто надо решить. Если он верующий, то у нас мать тоже, отец не хотел идти с ней обвинчаться, когда мать обратилась к Богу. Это не отзыв. Если неверующий желает жить, апостол Павел прямо пишет 7 глава первого послания к Коринфянам, ты не должен оставлять ее. И так же жена верующая потому освящается. Ты проповедуешь, говоришь, он видит эту жизнь. Как учитель Златоуста Ливаний написал, говорит, то язычники, смотря на жизнь, повторяли, какие жены у этих христиан. А мы наоборот сегодня смотрим мусульманам и говорим, какое у них одеяние, какие жены. Но я не говорю о всех, о которых мы знаем. Как целомудренно одеваются они. Ну, можно взять доброе. Наших сестер когда видят, где идут из храма, а тут работает среднеазиатский, наши сестры идут. Им говорят да православные, нет, это наши сестры. Они в хиджап одеты. Не знаешь, как одеты, под булавочкой. Я так могу сказать, из Германии только о чеченцах и турках, которые приезжают, только пожилые люди. Все современные, они все одеваются так, как мы. я видел это и во Франции, и в Германии. Мы особенно видели в Турции, когда шли с той стороны Черного моря. Это же прекрасно. Ты посмотри на изображение Божьей Матери. Она же в хиджабе находится. Иконы. А иконы это и рисунки есть. Сурикова, Поленова, Репина. Посмотри, как, все с поясами. Ребятишки играют, в бабки, в поясах все. Рубашка, пояс. Мы ничего нового не принесли. Как Андрей Кураев обо мне сказал, говорит, Игнать, он ничего нового-то не принес. Он просто поднял целые пласты нами забытые. Вот эти пласты я хочу, чтобы люди исполняли, если бы и православные. А, Игнатий Технович, между прочим, я на ваш первый раз в канал, когда вышла, уже второй раз, это от ролика Андрея Кураева, вот эти слова, когда он говорил. Говорит, вы записывайте, пожалуйста, говорите, зарядите в интернете и посмотрите, кто миссионер по всей России самый популярный. Игнатий Тихонович Лапкин, у него, конечно, там это безумие, он такой горячий, я сразу зарядила. Он не говорил этих слов, безумие он не говорил. Эти слов нет. Это горячий. Нет, он не говорил. Горячий верой. Он говорит так, что вот это такая смесь у него, что это царобрящество и баптизм. То есть, исполнение канонов, он отзагладил старобрящество, а любовь к Библии, петь это особый, говорит, он отнес к баптизму. Тут надо же смотреть, а что он говорит-то. Я не баптизм. Смотрела, я услышала только вот эти два слова, и я включила сразу зарядила. Слово безумие там нигде нет. Я сейчас выставил ролик в Ютубе, как раз Кураев, вчера только выставил, когда он там говорит где-то. Через это его слово нашлись люди, которые искали нас, потом выписали книги. Вот. Один из них в Красноярске, он преподает в Государственном университете, в Государственной академии и при церкви. Юрий Соболев. Андрей Кураев говорит «гремучая смесь». Вот. Это слово «гремучая» такая вот. Да. Необычное слово такое. Это говорил игумен, который был здесь, Сахаров, он с группой детей, с родителями приезжал в наш детский трудовой православный лагерь. Ничего этого нету, Библия. Если я Библию люблю, значит, это уже баптизм. Мы не баптисты, чтобы с Библией носиться-то, но это отречение от Бога. Господь говорит «любишь меня? Соблюди слово мое». Не слово каких-то старцев. Они что придумали, старцы эти? Выше поста и молитвы ничего нет. Выше поста и молитвы послушание. Послушание. Агре. Я говорю, пост и молитвы это оружие на сатаны. И кто его не желает, чтобы был? Да сатана и не желает, потому что этим побивается. Другого оружия не дано. Они говорят, а слушать старца это больше. Но явное дело, что от сатаны это. Я как-то говорил в Тбилиси проповедь, а там как раз и монахи были. Ой, как они взыграли. Игнатий, предложение к вам. Давай. У нас вот по саженным роликам в Ютубе было здорово размещать ссылки на все активы, начитанных вам, в вами книг. Потому что люди заходят иногда, он первый раз видит и зайдет на форум, он не сразу там может найти это. А если вот под каждым роликом в Ютубе будет возможность скачать начитанную Библию или Житие Святых, может быть полезно многим. У меня огромный склад на сайте. Начитаны 12 томов Златоуса моим голосом, 12 томов Жития, Библия, 5 томов Доброты, то есть 50 книг. Я 37 лет молился, чтобы кто-то помог распечатать эти склады. И нынче Бог одновременно дал четырех помощников. Два Сергея, вот один здесь даже находится, Евтушенко, и Новиков, и двух Андреев, один в США. И все сейчас выставлено, практически все. Там может быть по мелочи что-то нет. И Златоус перевели, чтобы по 30 с чем-то минут было, 1262 ролика, на один Златоус получилось. Жития святых, там 180, Библия, все уже сейчас выставляется активно и ежедневно. Вот у меня сегодня за один только день вышло 21 ролик. Что тут говорит-то, что-то необычное, и какие ролики-то? Я тороплюсь, пока я еще тут двигаюсь. Обычно 10, 12, 10, 12 ежедневно. У нас 9400 роликов наших. Игнатий Дикнович, это Роман роликов. А вот как вы думаете, ну я помню, вы говорили, что интернет это хорошо, но его могут тоже отключить. И вы говорили, что скачивайте себе дома, держите у себя эти электронные библиотеки. А у вас тоже она есть, как бы это все сохранено, да, у вас терабайты эти уже, сколько там не надо. Терабайты. Вот примерно неделю назад заходит одна женщина, ну они католики, в Испании, звать ее Ирма. В прошлом году она выписала все книги, заплатила, а потом узнали, что нам на дома требуются кухонные аппараты, они тут же выслали денег, чтобы мы купили и мы купили. В магазине все сняли, как покупаем. И вот она неделю назад сейчас вышла и говорит вот эти же слова. Я сказал, к этому я не прикасаюсь, ну дал там администрацию нашу, она вошла в администрацию и договорились, что они высылают тысячу евро, тысячу, чтобы все эти терабайты купить. По-нашему будет примерно 68 тысяч стоить. И здесь сейчас будут работать, все сгонять на них, а потом переслать в Испанию. Но сказали, что перед этим это должны диски пройти просмотр в местном КГБ, ФСБ. Но это я не знаю. Можно и по-другому. У нас бывает вот здесь, у нас же там только религиозное. Приедет, допустим, если было готово, с Артисон приедет, это же не такой большой груз. И она бы взяла с собой. И мы, Роман, это уже думали. Вот форум, все, копии сняты. А Ютуб никак, по одному ролику надо записывать. Ну и прикинь, один зашел и говорит, я все ролики ваши прослушал, просмотрел. То есть я давно у вас, никогда давно, до 3 года. Так слушай, я говорю внимательно. Если ты по одному ролику будешь слушать, по одному в день, для этого нужно ровно 13 лет. Ну еще сколько ты прослушал. А они плейлисты, тебе что надо? Златоуста отдельный лист, там все по Златоусту идет. И на сайте, а теперь здесь все разбито. Библия отдельно, отдельный плейлист, папка. То есть равных нашему сайту и Ютубу нету в мировой сети, нигде нету, нету. Которые у нас тут священники выходят, там вместе Осипов и другое, у них вместе взятых нету того, что у нас на одном Ютубе. 9400 роликов. Маленько так, подумай. Я смотрел у Осипова, у него 1200. Так он уж сколько тут? Это несметное сокровище. Полное толкование, это занятие, это работа с детьми, восстановление деревни. Ну, на любую тему, где бы ты не поднял, а вопросы ответы. Я отвечаю на 4124 вопроса в университетах. На радио три радиопрограммы вел каждую неделю, а одна онлайн только часовая была. По эфирному времени признали у меня первое место было. Это встреча на заводах, фабриках, школах, университетах, техниках, во всех отделах милиции, во всех воинских частях. То есть нельзя найти место, где бы не проповедовал. Только выставлено у меня 1300 проповедей, а может быть так и ушли. Никто не записывал. Это Господь говорит, это невозможно сделать, это все понимают, это невозможно, это только Бог может сделать. За 9 лет вышло 38 томов, и из них плюс еще 7, которые в интернетной версии. Каждый том 750 страниц, а последний 800. Ну и решай. Так это каждую надо букву было на место поставить. Корректировку. сейчас прикинули в общую стоимость по сегодняшним деньгам примерно 56 миллионов. Но если взять допустим даже доллары, так это чуть не под миллион долларов подходит. Это вообще невозможно, а у меня денег никаких нету. Как только подумал, сразу все откуда что идет. Это милость Божия и благодать. Благодать. Игнатий Тихонович, это Роман Тролин. А вы сохраните у себя конечно же эти терабайты, которые вы для Испании сделаете, и себе копию, да? Не знаю, это дорого. У меня нет пока денег, об этом разговора нет. Но когда сайт открывали, я обратился сразу в Латинскую Америку, в Индонезию, где наши есть, в Австралию, чтобы везде прокопировали сами наши сайты. Такого больше вы нигде не встретите. Нигде. Повторяю, я отвечаю на сайте на 4124 вопроса. 55 папок тем. Их нигде нету. Ответ всегда по четырем параметрам. Что говорит Святая Библия 77 книг? Что говорят Святые Отцы? Это 300 томов палеантов. Это правило соборное 719. Это жития святых 12 томов. 1173 жития. На каждый вопрос вот это я все должен иметь ввиду. Так понятно, что человеку это не под силой, это невозможно, только Бог это делает. Игнатий Тихонович, это Роман Фрольков. А то есть известно уже количество терабайтов. Ну, то есть я как бы думаю тоже сам может быть заниматься этим. роман роман делай делай пожалуйста сколько никто не знает есть которые небольшие а есть те которые по 2 часа ролики 2 часа 5-10 минут потому что дорожка на 375 метров она вмещала 2 часа 5 минут а их 4 на одну катушку получает 8 часов 20 минут на Златоуса 62 катушки на Жития 40 на Библию 11 на Архипелаг 9 375 метров звучание 8 часов 20 минут вот я выдаю статистику которой никто не даст почему у них нет ничего вот нападают на меня вы даже не представляете как нападают каждый день вчера только за один день зашло пришлось выбросить матерками 85 я попросил Никуту посмотреть сколько заблокировано 3500 это 2 полка 2 полка на мне задействованы у сатаны не выскажешь какими матерками любой там дети сидят ягоды собираем они матерками гонят и гонят им платят за это деньги платят и ну ничего меня это не касается щелкнуть одного мне требуется допустим полторы секунды Игнать Технич еще вопрос давай Сергей парализованный куда пропал он никуда не пропал у него тяжелое тяжелое состояние он только написал рак изнутри съедает меня ясно а фильм про него собирались делать вот я вашу беседу смотрел где-то 16 или 14 года и говорил что снимают фильм чтобы такие как он тоже могли в обошвиться и прийти к кресту не знаете фильм есть это не знаю я не намерен тревожить человека когда нужно тогда падают я никогда никому не звоню кому надо тот позвонит не звоню во-первых мне не на что звонить а потом чего я буду звонить по чужим ресурсам почти нигде не бывает где-то что-то срочное вот вчера скинули в Оренбурге там есть лесное хозяйство свой министр и они решили там такой фильм поставить они на работе пьют гуляют карты играют ну и нехороший то и попало губернатору ему достаточно было посмотреть несколько секунд как он вынес решение всех уволить вместе с министром и все уже решено вот теперь пришите дома а каждый получал ну не меньше как тысяч может 50 70 или 100 хотя здесь есть те депутаты которые получают по 5 и по 8 миллионов в месяц открытый доход не скрытый как у Матвиенко Валентины нам что это смотреть и считать мы просто знаем они не могут ценить а мы умеем ценить из этого еще уделять нуждающимся а почему нас Бог благословил наши родители бедные мы бедные но расположением богатые к нему за помощью никто не обратится а к бедному то они ну знаю что он щедро дает могут обращаться это Бог делает так человек стареет то из-за чего из-за того что он не нужен никому с угла в угол мается и только об одном думает как бы его не отравили у меня священник знакомый и говорит подошли молодые исповедователи и говорят батюшка благослови нас отравить бабушку страх Божий потеряли люди сегодня мне ролик скинули Рахиль которая принимала крещение из Казахстана но я не понял и говорю что такое там есть а там показывают как ящики в виде гробов у них потерялось 300 детей и ребенок года 4 или 5 ворует на органы и он лежит вытянутый в ящике обложенный весь льдом и родители ревут разгребают этих мужиков которые торговали их там сбили пинают ну а потом их там допрашивают и говорят а куда девали остатки ну в Китае везут их продают сердце легкие печень для богатых а куда остатки от детей одевали а остатки съедали и все это заснято как они куски льда вытаскивают а ребенок одевший лежит как живой но она берет нога застывшую не движется там какой рев стоит мы дожили до этого времени рабовладельческий строй воровской а что делать только бога благодари что ты еще жив детей около себя держи на минуту не оставляй ну что Сергей не подойдет или я не понимаю его нет почему компьютер сломался неизвестно ну давайте какие вопросы а вот у вас кому обращаться чтобы нас вот на форуме который где вот откуда Сергей Тушенко скачивает да там в МП3 который у вас это все все на нашем ютубе на нашем видеоканале все не ну просто удобно в МП3 именно который вот на Яндекс диске который у вас они знают на сайте в ютубе любой откроет такого нет чтобы не открывалось они переводят именно так как надо это специалисты не я имею ввиду чтобы скачать я не могу ответить на них выходите спрашивайте я нигде не встреваю я просто вот некоторые сейчас составляют ролики из ролика по ролике выбирают по какой-то тематике еще два пришло человека который этим занимается два четверо еще Бог дал двух два дня назад я никого не просил помогать никого просто перед Богом молитва была и Бог дал и поэтому кто они все православные все православные нет к кому обращаться чтобы закачали ну запиши Новиков Сергей Александрович нет не на ютуб а чтобы ну что на ютубе там другой формат ну да зачем так на сайте стоит какой формат сайт остался целый нет вот именно что там не все есть там много очень много нету а чего там нету ну назови что там нету сейчас вот у меня даже сохранено я тебе давай говори ой сейчас надо искать ну вот так это старобрядцы так псалтырь неправильно переведена ко мне зашел один здесь и доказывает все достал псалтырь расчеркан и давай и он сидит нет это не подойдет нет нет и захлопнул книгу ничего нету я говорю а сколько ты нашел ошибок сто пятьдесят когда встретились ни одной нету 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 там где числа там все там все абсолютно все там насчитанная библия есть там на сайте все книги пятьдесят томов там все вопросы ответы богаче нашего сайта трудно найти нету просто вот я пытался скачать а говорит компьютер нету такого файла нету такого файла не знаю это не просто говорят а написали которое у них такое правило что если в течении двух лет не касается то удаляется а потом они меняли сервер наш на котором мы были они переменили на другое а уж как техника перенесла мне сообщали я обратился в нашу администрацию они тут же выправили у нас администрация около 12 человек работают ну тогда значит я вам скину тогда вот эти то что я не смог скачать давай список давай к утру вернее даже не список скинул которых я у меня получилось потому что у меня будет скриншот который как бы есть а те которые не получилось тех и не будет Роман вон поднял руку Василий да Роман слышите меня да слышу что-то вот тут видео не вижу потому что темно мне показывает Роман вам услышно хорошо Роман вы мне подскажите какие там файлы не скачиваются это с сайта с этого в Освете Библии с сайта что-то не скачивается да на сайте в Освете Библии там ссылки идут на Яндекс.Диск так и какие не скачиваются и с Яндекс.Диска там очень много файлов отсутствует очень много это когда вы проверяли это конкретно ааа это проверял ну где-то осенью наверное ааа так после работы были проведены так что этот если где-то что-то есть вы ко мне обращайтесь я подсказываю это Васи кто Василий Латкин да да просто сейчас вроде бы все работает но если где-то я проглядел какую-то ссылку вы пожалуйста подсказывайте потому что я где-то не могу все успеть у меня Новый Завет это я уже успел скачать года 2-3 назад а вот Ветхий я стал скачивать и вот не получалось у меня много Василий Тихонович да хорошо нет Василий Викторович а Василий Викторович извините ну просто Василий я не привык так ну я вам позже скину у меня сейчас заскринил но надо искать эту фотографию эту скрин вот как-то вот сейчас то что не работает вот сейчас на данный момент потому что последние работы были где-то месяца полтора назад провели ну сделаны и сейчас вроде как по моему мнению все работает но я где-то что-то не пропустил то с удовольствием жду как бы этих заметок вот я хотел сказать какие люди к нам приходят вот занимаются вышел на меня одна женщина Швецова Елена она первый раз вышла вопрос о участии женщин в храмовом служении это ну и она пожелала иметь книги а денег-то нету она наполовину только до 12 тома могла взять а их-то 30 томов и все на этом послала больше она не может взять люди услышали сразу из двух мест поступили сведения мы готовы оплатить чтобы она имела полный комплект и уже книги посланы и деньги переведены видите как люди откликаются вот сейчас только сегодня один сообщил я вам перевел 15 тысяч кажется 600 рублей он там где-то с 13 тома остальные получили новый завет и все и она очень рада получила вчера уже за неделю дошло видите какие люди друг друга не знают но знаю что они у нас тут постоянно сразу откликнулись и здесь и за рубежа так что православное отличается особым вниманием щедростью мы даже благодарить бога святые они этим отличались по поводу книг слышал что из библиотек изымают книги вот ваших да и куда вот а и куда девает их а я не знаю то есть вот я просто слышал что как бы священники дают такие как бы для себя в семинарию в семинарию да они говорят у вас тут мало людей а нам эти книги нужны вчера мне звонит один священник Мальцев Сергей и город Беслан знаменитый город где погибло столько детей от мусульман город Беслан и он такими делами занимается по книгам пришел они говорят вот у нас был человек и подарил книги и он говорит я их там считаю вчера только вот как будто бы твой вопрос уже предвосхищен никуда они не делись они считаются тем более изымаются я знаю где книги мои находятся оттуда никакой президент их не возьмет не считая только атомной войны библиотека имени Ленина номер один в России в Советском Союзе кто оттуда изымать может никто парламентская библиотека в Москве только в трех историческая в Киеве в двух библиотеках парламентской и исторической только так уже украсть или как в Харькове я говорю про Украину но когда мы были в Швеции там сразу сказали книги ваши идут в Королевскую библиотеку так что разговоры всякие идут и нам сообщено было священник приходит и начинает говорить у вас книги эти не пользуются спросом у нас семинария нужна она если прихожанка она отдаст а в другом городе мы знаем темиртаву они пришли священник пришел начал говорить они ему как дали отпоют нет нет я просто спросил они никуда не отдали чего же они отдадут а люди нам знакомые и батюшка сразу стушевался как говорится слинял я приехал в один город и говорю мы возвращаемся домой книги то есть она посмотрела а книги не все а где книги я боюсь сказать ну скажи где директор взяла себе таких книг больше нету ей нужно работать со старобрядцами пожалуйста 11 том другой подошел а мне с сектантами 3 том а тут надо образовать общины как заниматься противосектантский 2 том при том это неповторимо вот тут был игумен Юрасов отец Амроси город Иваново и он как то шли дорогой мы с ним в одно место вместе отправились он говорит вот то что я слышал вас руками пощупать можно а нам схоластику преподают сухое и ни один человек не двинется здесь половина еще не смог сказать душу уже поднимает руку пока это Бог делает на Бога надеясь и уповай вот ко мне я говорю завезли еврея но еврея представь как-то престижно там баптистов он у них уже там покаялся завезли чтобы показать ну они конечно покаялись сами потом а вот это может быть два часа и был все принял полное крещение съездили в переделки на дачу писателей в Москве и стал священником отец наум израилевич чистопородный еврей и теперь он порученец патриарха доверенное лицо Игнатий Тихонович но вот книги это не опасно если вы напишите список библиотек где к вашей книге чтобы можно было людей сразу отправить если вы в Алтайском крае то здесь 48 районов в каждой районной библиотеки если вы скажете Омск Тюмень в каждой районной библиотеки Красноярск в каждой районной библиотеки конечно в центральной это Ростов на Дону там где Красноярский край Воронежский практически в каждой библиотеке не считая центральных так что Каща я буду называть сколько мы могли проехали а за границей там практически везде особенно не расположены были я мог бы назвать где пока во славу божию такой вот маршрут проехать чтобы дарить а полный комплект это 750 евро этого тоже в мировой практики никогда не было специальную машину приобрели специальная команда дальнобойщик с нами специальная собака чемпион России по охране чемпион и все намеченное сделали проехали 120 тысяч километров от Владивостока Тихого океана порт находка до Лиссабона прошли Скандинамию и Прибалтику и Север Никто Никто не получает и вдруг деньги были только за одно путешествие летом за одно мы на бензин потратили 440 тысяч это вообще страшно полмиллиона считай я откуда еще понятия не имею люди незнакомые на площади подходят и в карман деньги суют это Бог делает Бог и враг конечно лютует но нас никто не может обвинить что мы присвоили хотя бы 1 рубль нигде и никак если дорогой покупали мороженое мои двое дорогой ехали то только на свои деньги я им копейки не давал а остальное на питание тут уже давал у меня и картошка с собой была и все остальное и крупы это не просто так такую поездку сделать прикинь маленько мы когда на Восток ездили ежедневно отбой у нас был в 10 подъем в 2 и каждый день проходили в среднем по 1030 километров на отечественной машине не на зарубежной газель Нижний Новгород перед ней в Австрии были мы на коленях становились фотографировали газель Россия Путин слово газель куда встало в ряд она высокая белая как лебедушка мне говорят колымага российская для вас колымага для меня лебедушка белая ее видать намного ниже машины нас Бог дивно и чудно сохранил вернулись Игнать Техничев по 10ти вопрос я хожу в Средневеский монастырь у них там все нормально с деньгами и я думаю каждый раз выискиваю в какой храм беднее отдать это правильно я делаю или лучше все-таки постоянство проявить куда-то в одно место мне напоминает мне напоминает один попал в плен а он царь и с него посадили в яму и вот один вражеский солдат расположился и решил его вытащить а я тебя вытаскивать буду это хорошо я делаю ну конечно хорошо он до половины по шестую лезет ну а я это хорошо делаю он говорит очень даже хорошо он раз пять его спросил он только голову поднял уже вылазить и кричит стража они прибежали да как же так ты уже почти убежал так убежал бы еще неизвестно нет он меня уморил говорит пока я поднялся мне лучше в яме сидеть я к чему это рассказал об этой десятине я вам уже мозоли набил на ушах ты плати и не рассуждай а чтоб понятно было открой книга Тавит первая глава шестой-восьмой стихи заучи наизусть и я вам не нужен буду я всегда задаю этот вопрос я говорю скажите вы хотите быть благословенными ну а что это такое ну все у тебя хорошо и жена тебя любит и дети растут и не воруешь ну все называю и спасен будешь а проклятый хочешь быть а проклятый это все у тебя против и жена против и дети и воры и в аду будешь нет так вот смотри чтобы иметь благословение нужно знать полюса первый полюс бытие там 12 глава никогда нигде ни хули народ божий евреев никогда и нигде не проклинай его сказано проклинающий тебя проклят будет благословляющий будет благословлен юдафовы не занимайтесь а последнее благословение это малахия пророк вторая глава записывай если вы не платите десятину проклятием вы проклятый вы меня обрадываете говорит господь а вот остановишься отца и мать это все посредине между двух этих полюсов вот надо это увидеть вы любите бога и вопросы возникать не будут я вот делюсь своим опытом я пенсионер у меня одинаковая пенсия 120 долларов на месяц ну сколько это ну не больше 600 евро на месяц это и топливо и все и мы однако живы благодарю аллилуйя да и давайте роман фрориков а если священник не берет десятину к ногам его положи а если он и тогда не возьмет больше не подходи никогда если он берет десятину он должен брать со всех и всякую торговлю прекратить ни за какие таинства требования брать ни копейки а как павел говорит смотрите на тех которые поступают по закону конкретно на нас у нас нигде ни одной копейки нету ни с тарелкой не ходят десятина а тут старые доколейки и десятина все покрывает вот у меня брат он его овечек доставил овечек у отца Акима сравнивать даже не приходится жена там сотрудничать с институтом агроном главный был ну у него достаток полный но только Иван Январь наступил он приехал я ему сразу за год перед даю десятину родному брату и он никогда не скажет да ладно не надо он не может этого сказать мне нужно благословение благословением будете Господь говорит покрыты я для вас небо открою я десятину подсчитал сколько десятина и там около десяти тысяч и сразу ему отдал в конверте приготовил почему неизвестно что завтра будет и поэтому у меня везде благословенно везде десятина святая десятина а торговля проклято выкинута ее наоборот сделали торгуют непрерывно у нас который ты был Роман ты знаешь у нас ни с чашкой не ходит ни с тарелкой ни с чем и нигде у нас деньги не появляются десятина отдали все еще Сергей наверное уже он пришел я гляжу дверь закрой быстрее митрофон выключите пожалуйста видео пожалуйста видео выключите под началом Христа его родники вели праведную брай на земле с грехом и всякими нечистыми силами ада Христос праведно воинствует с лукавом и всей нечистой силой но кончится время благодати и кончится лето господне благоприятное лука 4.19 и он будет правильно воинствовать и воинствовать с непринявшими его грешниками он пошлет свои наказания на грешный идущий мир и он же будет правильно судить неверный тогда никто не скажет что суд будет неправедным а по каждому будет открыто что он из себя представляет о грешная душа склонись к нему перед милосердным владыкой чтобы не увидеть его воинствующим с тобой чтобы не подпасть его праведному суду вопрос книга откровений 9.12 очи у него как пламень огненный и на голове его много диодин он имел имя написанное которого никто не знал кроме его самого толкования таков христос как судья очи у него как пламень огненный 1 глава 14 стих все проникающие все видящие и степеляющие всякое зло и грето он неподобен многим земным судьям очи которых часто помутнены подарками страхом карьеризмом пристрастием ложью все испытующим огненным пламенем возрит на тебя твой судья и что ответишь ему душа и на голове его много диодин знак его царская власть является ли антихрист десятью диодинами на рогах своей головы вернее является и антихрист с десятью диодинами на рогах своей головы 13 глава 1 стих но царство его оказалось непрочным он возомнил о себе великое желая судить вселенную но сам оказался подсудимым ибо явился царь царей и господь господствующий который праведно судит и воинство множество диодин на главе христа означают что ему цитирую дана всякая власть на небе и на земле в аппея 28-18 это также означает его победу над грешниками на суде как и сказано у Давида псалмопевта чест в суде твоем столом 56 имя отражает сущность носящего его имя божественного всадника на белом коне никто не знал кроме его самого это о непостижимом существе сына божия предвечного логота как он и сам говорил о себе все предано мне отцом моим никто не знает сына кроме отца и отца не знает никто кроме сына аппея 11-27 непостижимому существу божию соответствует его непостижимое и тайное имя потому и ответил некогда маную ангел господий что ты спрашиваешь об имени моем оно чудно книга судьи 13-18 писание открывает нам много имен сына божия по домостроительству спасения и по его отношению к твари он предстает пред нами как Иисус спаситель Эммануил с нами Бог пасты путь истина жизнь а Боги же в самом себе о его сущности мы не можем знать более того что он есть сущий исход 3-4 мы знаем что он сущий но не знаем его сущность и его имени как о том пишет Григорий Богослов непостижимым же называю не то что Бог существует но то что он такое слово 28 о богословии 2 а Ирине Леонский писал мы не постигаем совершенно совершенно существ и предметов ограниченных которые всегда перед нашими глазами не постигаем своей души и соединения души с телом как же нам понять Бога но если нам невозможно постичь существо предвечного слова Логоса то ему возможно явиться в нашем существе и открыться нам вопросы короление 9 13 он был обречен в одежду обогренную кровью имя ему слово Божие толкование это то о чем Иоанн Богослов говорит в другом стихе цитирую и слово было Бог оно было в начале у Бога Евангелия Теана 1 глава 1 2 стихе предвечному непостижимому таинственному Богу Слову было угодно облечься как в некую одежду причистую и нетленную плоть мы не видим того кто сокрыт в одежде но видим его одежду мы не видим того кто есть слово Божие не знаем его божественного имени но видим его плоть и знаем его человеческое имя Иисус далекий становится близким неведомый ведомым Иисус спаситель имя ему а потому он облечен в одежду плоть обогренную кровью его на Донбовском кресте и эта кровь не померкла и стерлась с одежды его плоти его в течение многих и долгих веков нет той самой плоти обогренной его кровью которой он висел на кресте и вошел на небо с ней он и вернется с неба на землю и живых и мертвых все грядет с облаками и узрит его всякое око и те которые пронзили его и отрядают пред ним все племена земные ей аминь первый глас муси с другой стороны одежда обогренная кровью означает пришествие Христа на суд и истребление им всех нечестивых так у Исаии сказано кто это идет от едома в червленых ризах от лоскора сколько величественные свои одежды выступающие в полноте силы своей я изрекающий правду сильный чтобы спасать отчего же одеяние твое красное и ризы тебя как у топтавшего вточили я топтал точила один и из народов никого не было со мною и я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей кровь брызгал на ризы мои я запятнал все одеяние свое ибо день мщения в сердце моем и год моих из скупленных настал прописая 63 глава 1 4 стих христос является на страшный путь уже обогренный кровью грешников так как частично уже совершил свои судьи над землей уже были посланы страшные казни чаш гнева божия на антихристов государства уже пал вавилон а плод и твердыня всякого греха и нечести уже обогрялись кровью наказываемые грешник и как о первом пришествии христа в мир было сказано и слово стало плотью евангелие от ана 1 14 так и во втором его пришествии имя ему слово божие этим означено его сыновная ипостась и бесстрастное отца рождения как слово происходит от ума этим и означено что он имеет в себе разум всего сущего и через него для него все создано и существует он правосвестник отчей премудрости и силы смотри господь слово логос пришло спасти мир оно же придет и судить его христос всадник на белом коне явится на суд не один но в сопровождении целого небесного воинства вопроса откровения 914 И воинства небесные следовали за ним на конях белых, обреченные в весон белый и чистый. Под воинствами небесными следует разуметь сонный ангелов. Об этом пророчество еще пророк Ено. Все идет Господь с отмами святых ангелов своих. Иллю 14 глава. И Христос гребет во славе Своей и Отца и святых ангелов. Лука 9, 26. Как и апостол пишет, что будет явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его. 2 Фессалоникийцам 1, 7. Подобно своему предводителю, ангелы изображаются всадниками на белых конях, обреченные весом белый и чистый. Небесные силы отличаются тонкостью природы, высотой разумения и светлостью добродетелей. Они святы и совершенны. Но есть и отличие их от Христа. Христа одежда вогрена кровью, а у ангелов нет. Это имеет двоякое значение. Во-первых, этим означено, что спасение наше совершено только Христом. Только Он пролил на кресте, замер свою честную кровь. Только Его тело было обогрено в рожи за грехи мира. Только кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1, 7. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший Себя для искупления всех. 1 Тимофею 2, 5-6 стихи. 2 Ангелы же только споспешенствовали Христу в том, что совершить Он должен был сам. 3 Они сами, облеченные весом, белые, чистые, безгрешные, но не могут никого очистить своей силой. 4 Только обогревший одежду своей кровью может нам сказать, «Если будут грехи ваши, как погряные, как смеку беду» 1 Исайя 1, 18. Во-вторых, и в кончину века весь суд совершит Христус, ибо Отец весь суд отдал Сыну. В Англиотанах 5, 22. Ангелы будут только слугами Его, споспешниками Его, славой Его, «Но суд совершит, но суд вершит будет Христос, и потому только Его одежда будет обмерена кровью наказуемой». Никто не скажет, что меня спас ангел, или что меня осудил ангел. То и другое совершает только Сам Христос Бог. Ангелы же заслужат Ему при этом. Вопросы? Так, ну, давайте поблагодарим Бога, поможем. Кто-то еще хочет? Поблажите, пожалуйста. Достойно есть я, кого истину, блажит Детя Богородицу, преснаблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Иерахим, без истления Богослова Родшую, ищу и Богородицу Та величаем. Игнатий, хочу помолить. Отец наш Небесный, мы предстали перед Твоим величием, чтобы воздать благодарность имени Твоему и делам Твоим. Как Ты дивно собрал нас, Ты позволил нам прикоснуться к священному Слову Твоему, наставляющему, предупреждающему и обличающему. Доведи на всех до желанной пристани, и веди вечное Царство Твое, чтобы в вечности мы могли прославлять Тебя, найти родных и близких наших, не познавших Тебя. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, еще вопросы есть? А то я выйду. Вопросов нет. Все на этом, до свидания, до пятницы. Аминь.